Уберите стену. 12 ноября 1992 года. Ум Шанти, Шанти, Шанти Ум. Покой. Приветствую вас. Добрый вечер. Приятно видеть ваши улыбающиеся лица. Я сказал улыбающиеся лица. Почему мы приходим на сатсанг? Кто знает. На самом деле у нас нет права голоса в этом вопросе. Какая-то другая сила толкает нас сюда. Вы можете называть эту силу Шакти или сознанием. Не имеет значения, как вы будете называть эту силу. Но что-то находящееся внутри вас привело вас сюда. Потому это именно то место, где вы должны сегодня быть. Почему? Для этого нет никаких причин. Не пытайтесь что-то выяснить. Это самое худшее из того, что вы вообще можете сделать. Никогда не пытайтесь понять причину, по которой что-то происходит. Почему вы здесь, почему вы не здесь, почему что-то случается в вашей жизни или у вас дома. Если вы научитесь быть центрированными и жить спонтанно, жить одним моментом, то вы обнаружите, что все само заботится о себе. И вы все время будете счастливы. Но если вы попытаетесь выяснить, что и почему произошло, то вы полностью запутаетесь и не будете знать, что делать самими собой. Оставьте все в покое. Вселенная знает, что она делает. Ей не нужна ваша помощь. Оставьте все в покое и смотрите, что происходит. Когда вы пытаетесь вмешаться в процесс, то причиняйте себе боль и страдания. Но как только вы оставляете все в покое, в игру вступает истинный «я», «я есть» и берет на себя вашу так называемую жизнь, вашу человечность, чем бы это ни было. И тогда вы окажетесь в нужном месте, где будете радоваться и делать правильные вещи. И все разворачивается так, как надо. По мере того, как мы глубже вовлекаемся в Адвайту, нетвойственность, мы обнаруживаем, что с самых древних времен все учения Адвайты говорят нам, что все, что мы должны сделать, это успокоить ум, сделать ум тихим, спокойным, расслабленным. А когда вы успокоите ум, тогда вы будете самореализованы. В буддизме говорят «убить ум». В индуизме говорят «контролировать ум». Все великие религии мира всегда возвращаются к уму, потому что они понимают, откуда приходят все проблемы, откуда происходят все ошибки, откуда возникают заблуждения. Все это исходит от ума. Другими словами, ум должен уйти. Но убийство ума – это на самом деле метафора. Все способы избавления от ума – это метафора. На самом деле, вам не нужно избавляться от ума, потому что, просто думая об этом, ум становится все сильнее, сильнее и сильнее. Вы сами знаете, что всякий раз, когда вы пытаетесь успокоить ум, он становится все громче и громче. Всякий раз, когда вы пытаетесь удалить из ума мысли, они становятся все сильнее и сильнее. Так каким же способом сделать это? Посмотрите на это следующим образом. Есть стена, воображаемая стена между сознанием, умом и мыслями. Мысли и ум – это синонимы. Когда вы пытаетесь избавиться от мыслей, то упираетесь в стену. Вы заходите в тупик. Таким образом, реальный способ потерять ум заключается в том, чтобы избавиться от стены, а не от мыслей. А так называемые невидимые стены, которые отделяют сознание от мыслей. И вы делаете это не за счет того, что пытаетесь избавиться от каких-то мыслей. Не за счет того, что пытаетесь изменить какие-то мысли или убить их. Вы просто убираете стену. И тогда мысли сами позаботятся о себе или пройдут мимо стены к сознанию. И тогда сознание будет преобладать. Это и будет ваше истинное «Я». Вы можете сделать это, становясь очень спокойными, очень умиротворенными, очень расслабленными, позволяя мыслям делать то, что они будут делать. Не вмешивайтесь в их дела. Просто дайте им делать то, что они будут делать. Если они хотят сердиться на вас, пусть они сердятся. Если ваши мысли хотят что-то рассказать вам о других людях, пусть они рассказывают вам о других людях. Не пытайтесь изменить свои мысли. Просто не реагируйте на них. Вот что вы должны делать. Не реагировать на ваши мысли. Никогда не реагируйте на мысли. Не имеют никакого значения какие-то мысли – хорошие, плохие или нейтральные. Мысли есть мысли. Все они – это иллюзии. Они причиняют вам боль и создают проблемы. Ибо вы каким-то образом как-то отождествляетесь с умом. Хотя наш ум никогда не существовал, вы тем не менее отождествляете себя с ним. Если я попрошу вас показать мне ваш ум, вы не сможете сделать этого. Вы не сможете показать мне ум, где вы его найдете. Тем не менее мы говорим о нашем уме, как если бы он был чем-то реально существующим. Как если бы он был силой, способной сделать что-то для нас. На самом же деле ум не может ничего сделать для нас, потому что он не существует. Таким образом вы убираете стену, которая кажется находящейся между реальностью и мыслями – умом. Когда стена будет убрана, мысли сами собой упадут в сознание, и вы пробудетесь. Вот так просто. Не нужно проговаривать никакие мантры. Не нужно выполнять никакие формы медитации. Вы не должны делать никакую пранаяму, никакие упражнения йоги. Вы абсолютно ничего не должны делать. Просто избавьтесь от стены, и вы будете дома, и будете свободны. Однако это не так просто, как кажется. Потому что некоторые из нас действительно привели себя в полный беспорядок, и ум стал очень мощным. Таким он видится. Ум стал очень сильным. Он контролирует вас целиком и полностью. Разве это не правда? Посмотрите на то, как вы живете прямо сегодня. Подумайте о том, как ваш ум контролирует вас. Подумайте о чем-то, что произошло сегодня с вами, когда вы отреагировали на то, что сказал вам ум. И не имеет никакого значения, было ли это правдой или нет. Вы делаете большую ошибку до тех пор, пока реагируете на ум и мысли. И если вы будете продолжать думать о том, что я говорю, если вы будете продолжать размышлять по поводу этой стены, по поводу того, того, что вы должны избавиться от стены между умом и сознанием, то вы перестанете бороться и реагировать на жизнь. Просто думая об этом, вы не будете больше реагировать на человека, место или вещь, потому что вы поймете, что все происходящее, что все происходящее исходит из ума. Все исходит из ума. Все ваша обусловленность, все ваши системы верований исходят из ума. Все, что когда-либо существовало, все, что существует сейчас, является продуктом ума. Откуда же еще все это берется? Мир такой, каким он кажется, планеты Вселенной, все то, что вы делаете у себя дома, вся работа, которую вы выполняете, ваша система убеждений, все это, подобно сновидению, возникает из ума. Вы видите смертный сон. И этот мир кажется вам очень реальным. Если вы верите, что это на самом деле мираж, если вы начинаете чувствовать, что мир вообще не существует, если вы позволяете ему перейти в сознание, умирая стену, то с вами случится нечто замечательное, нечто грандиозное, как если бы свет озарил ваше сердце, и оно открылось и поглотило ваше тело, ваше прошлое, ваши кармы и самскары. Все полностью уничтожено. Все полностью исчезает, и вы остаетесь, как истинное Я, чистое осознавание, неограниченное, бесконечное пространство. Вы должны стать безграничным пространством. Когда ум ушел в сознание, тогда вы уже больше не тело. Запомните, тело – это часть ума. Тело, о котором вы говорите каждый день, это часть того ума, который я имею в виду. Это часть воображения, часть ума. Так что, когда ум уходит, то тело не остается. Существует только сознание, которое пронизывает все, которое есть везде сущность, чистое осознавание. Тогда вы чувствуете себя деревьями, горами, небом, планетами, другими людьми. Вы начинаете чувствовать свое единство со всей жизнью. Вот когда у вас вырабатывается уважение ко всем формам жизни. Вы понимаете, что все в этой вселенной – это вы. Это все вы. Все исходит из вас и возвращается к вам. Вы единственны. Нет никого другого. Нет ничего другого, кроме одного. И вы есть то. Вы думаете об этом, и вы говорите, «Я все еще предстаю как тело». Вот что вы заявляете в вашем теперешнем состоянии невежества. Вот что вы видите с вашей сегодняшней точки зрения. То, что вы выглядите как тело. Но когда вы получите представление о пробуждении, тогда вы без тени сомнений будете знать, что нет никакого тела. У вас вообще нет тела. Тем не менее, кажется, будто вы что-то делаете. Вы кажетесь деятелем. Так кажется другим. Просветленный никогда не бывает деятелем. У него нет тела. Он ничего не делает. Ничего никогда не делалось. Но другим людям совершенно парадоксальным образом кажется, будто просветленный что-то делает. Точно так же, как они. Чтобы понять этот парадокс, вы должны пережить это сами. Только тогда, когда вы испытаете это сами, вы поймете суть того, о чем я говорю. А в настоящий момент это всего лишь слова. Это просто куча слов. Тем не менее, я могу гарантировать, что ничем не омраченное счастье это сама ваша природа. Блаженство это само ваше истинное я. Прямо сейчас. Прямо сейчас вы это блаженство. Ничем не омраченное счастье. Радость и божественная любовь. Вы есть все это прямо сейчас. Вы испытываете что-то кроме всего этого только потому, что вы глубоко вовлечены в смертный сон. Он висит на вас с тяжким угрозом. Вы должны стать легче. Перестаньте воспринимать мир так серьезно. Не воспринимайте обстоятельства так серьезно. Не воспринимайте людей так серьезно. Не реагируйте на человека, место или вещь. Поскольку все это начинается с вашей реакции. Вы должны научиться ловить себя каждое мгновение. Ловите себя всякий раз, когда вы делаете ошибку и реагируете на что-то. Замечайте, как вы делаете это и останавливайтесь. Думайте о стене между сознанием и умом. Вы можете представить в уме, как стена разрушается, как она, подобно берлинской стене, разваливается на куски. Вы можете представить, что она полностью разрушена и больше уже нет у вас двоих. Больше нет ума и сознания. ум и мысли ушли в разум сознания и вы свободны. И по мере того, как вы будете практиковать это каждый день, все для вас начнет меняться. Вы заметите, что день за днем с вами происходят изменения, причем все происходит очень легко. Это самая важная работа, которую вы должны делать. Ничто не может быть более важным, чем это. Сделать это главным приоритетом в своей жизни. Что может быть более важным? Что может быть важнее, чем найти свое истинное «Я», чем знать свое истинное «Я», быть своим истинным «Я»? Что может быть более важным, чем это? Тем не менее, большинство из вас, настолько озабоченное своей повседневной деятельностью, и тем, что происходит в вашей личной жизни, что вы совершенно забыли то, о чем я говорю, и продолжаете уделять внимание вещам мира, своему здоровью, тому, что вам чего-то не хватает, тому, что вы в чем-то ограничены, тому, что вы испытываете одиночество и много чему еще. все эти вещи ложные изображения, все это вообще нереально, все это пробудет здесь лишь некоторое время, а потом должно будет уйти, каждая вещь должна измениться, даже если вы смотрите на нее с материальной относительной точки зрения. теперь мы знаем, что каждая относительная вещь в этом мире должна измениться. Весь мир и Вселенная никогда не одни и те же. Для вас это означает, что независимо от обусловленности, ваша ситуация рано или поздно изменится. Она должна измениться. То, что вы называете страданием, приходит на какое-то время. То, что вы называете человеческим счастьем, приходит на какое-то время. Все, что вы вообразили, пробудет здесь лишь какое-то время, а затем оно уйдет. Даже если вы абсолютно ничего не будете делать с этим, оно все равно будет изменяться. Все изменяется. И тогда вы спрашиваете, зачем вообще что-то делать? Почему я должен что-то практиковать? Дело в том, что если вещи меняются, то одна относительная вещь сменится на другую, тоже относительно. И вы будете переживать относительный мир всегда и во веки веков. Вы будете испытывать хорошие переживания, вы будете испытывать плохие переживания. В этом относительном мире вы будете переживать самые разные вещи. Такие изменения это нормально, но вам придется постоянно продолжать переживать изменения. И когда вы покинете тело, будет казаться, что вы перешли в другое тело. При этом обусловленности обстоятельства снова и снова будут теми же самыми. И этому не будет конца. Это подобно тому, как одно сновидение следует за другим, и это никогда не заканчивается, пока вы не проснетесь. То же самое и здесь. Когда вы пробуждаетесь, тогда нет больше двойственности. Нет больше ни хорошего, ни плохого, ни больного, ни здорового, ни богатого, ни бедного, ни счастливого, ни грустного. Все это было превзойдено целиком и полностью. И вы становитесь одним из тех редких мудрецов, которые никогда не были рождены, которые никогда не могут умереть, которые не пребывают в расцвете лет. Вы стали ничем, ничем, который есть чистое истинное «я». Это и есть причина, по которой Дваито-Веданто, недвойственность, привлекает лишь очень немногих людей. Дело в том, что большинству людей это слишком трудно понять. Большинство людей застряли в том отрезке времени, где они проходят через многие относительные явления, такие как хорошее и плохое, включено-выключено. Эти люди всегда пытаются изменить плохое на хорошее. Они всегда пытаются избавиться от плохого и цепляются за хорошее. Но и плохое, и хорошее это обман. Вы никогда не должны пытаться делать это. Вы тратите свою энергию впустую. Вы должны использовать свою энергию на то, чтобы стать совершенно свободными и освобожденными. А не пытаться стать миллионером, вылечить себя от всех известных человечеству болезней или сделаться знаменитостью. Все эти вещи уйдут. Все эти вещи приходят и уходят. Вы испытываете то одно, то другое. Вам же нужно стать совершенно свободными. Полностью абсолютно свободными и освобожденными. Вам что вы всепроникающие. Нет ничего, кроме истинного «Я», которым вы являетесь. Ничего другого не существует. Истинный «Я» – это абсолютная реальность, независимая абсолютная реальность. Истинный «Я» – это блаженство, нирвана, «Я» есть. Это то, чем вы являетесь прямо сейчас. И это ваша истинная природа. прямо сейчас. Это реальность прямо сейчас. Не отдавайте свою энергию этому миру. Ибо весь мир – это космическая шутка. Не забывайте об этом. И мир будет высасывать вашу энергию. Он сделает вас слабыми, заставляя вас искать средства для решения ваших проблем. вы будете идти жизнь за жизнью, делая эти вещи. Время пришло. Нет другого времени. Только сейчас. Сейчас настало время стать полностью свободными и освобожденными. Пробудитесь, ибо вы никогда не спали. Пробудитесь от смертного сна. Пусть больше не будет ни одного дня, когда вы будете реагировать на людей, места или вещи. Бросьте это. Прекратите. Не реагируйте ни на ваше собственное тело, ни на ваши собственные чувства. Бросьте это. Прекратите. Поймите, кто вы есть на самом деле, и держитесь за это. Не обращайте внимания на время. Не думайте, сколько времени на это пойдет, ибо большинство из вас уже знает, что никакого времени нет. Время это относительное понятие. Оно не имеет никакой основы, никакого фундамента. Обратитесь к себе, и пусть вас не волнует время. Чувствуйте себя так, будто времени нет. Это означает, что никогда не было времени, когда вы были человеком. Никогда не было времени, когда вы были грешником. Никогда не было времени, когда у вас было прошлое. Никогда не будет времени, когда настанет будущее. Вы это все, что есть прямо сейчас. Все, что когда-либо было, все, что когда-либо будет, находится именно там, где вы находитесь прямо в эту минуту. Вы есть то, и это вы. Что вы видите и что вы чувствуете? Вы должны прекратить жалеть себя. Не сравнивайте себя ни с кем. Оставьте мир в покое. Оставьте всех в покое. Оставьте все в покое. Если вы не будете сопротивляться, то ничто никогда не сможет повредить вам. Если вы не будете противиться обстоятельствам, то обстоятельства не смогут причинить вам вред. Обстоятельства могут причинить вам вред, только если вы будете противиться им. Вы играете в игры. Вы пытаетесь стать чем-то. Вы пытаетесь достичь просветления. Забудьте об этом. Это просто еще одна игра. Вы это вечное сознание прямо сейчас. Вы — это неизменное истинное «Я», и это ваша истинная природа. И это вы, возрадуйтесь, ибо вы свободны. Не стесняйтесь, задавайте вопросы. Похоже, что работа — это нечто такое, о чём всё-таки нужно побеспокоиться. Я должен найти работу. Я должен бегать в поисках работы. Когда я слушаю то, что вы говорите, у меня иногда возникает такое чувство, что я останусь без крова, без работы, без средств к существованию. Вы должны относиться к этому так, будто это не вы что-то делаете, будто вы не деятель. Если вы должны пойти получить работу, то ваше тело получит работу и само будет знать, что делать. не вовлекайтесь в действие тела. Всё само позаботится о себе. Сила, которая поддерживает и питает эту Вселенную, знает, что нужно для того, чтобы сделать вас счастливым, чтобы дать вам доброту, счастье и любовь. Поэтому, когда вы установились в сердце, когда вы сдались сердцу, когда вы медитируете на сердце, тогда всё само будет заботиться о себе. Вы получите работу, которую должны получить, но вы не будете деятелем. Вы больше не будете говорить «я должен получить работу», потому что это «я» было превзойдено и не осталось никакого «я». тем не менее, ваше тело получит работу, оно будет работать, а вы будете получать доход. Всё будет сделано очень элегантным способом, гораздо лучше, чем вы когда-либо могли бы сделать это самостоятельно. Так что не беспокойтесь об этих вещах. Просто погрузитесь в себя и знайте, кто вы, найдите себя. Не верьте, что вы есть то «я», которое должно искать работу, но сосредоточьтесь на вашем сердце. Поймите, что вы сознание всепроникающее, и тот, кто должен получить работу, обязательно её получит. То, что должно быть сделано, будет сделано. Обо всём всегда позаботятся. Роберт, насколько я понял ваши слова об удалении стены, вы говорите о том, чтобы позволить мыслям вернуться в сознание. «Да», «Можете ли вы что-то ещё добавить?» «А что ещё вы хотите?» Смех. «Если все ваши мысли уйдут в сознание и исчезнут, то чего же ещё вы можете хотеть?» Это очень просто. Никаких мыслей, и вы свободны. Когда стена будет удалена, мысли сами собой уйдут в сознание, и вы будете свободны. А стена – это просто мысль о том, что существует разделение. Точно. Эта стена и есть я-мысль. Мысль о том, что есть кто-то, который должен делать что-то. Роберт, недавно я начал что-то делать, и вдруг мой ум стал пустым. И я вроде бы стоял и говорил, что я только что начинал делать. И я мог стоять так минуту или две, прежде чем мой ум начинал. «О, да, вот что я собираюсь сделать». «Вы сходите с ума, Говард». Смех. «А я посчитал, что это хорошо». «Вы думаете, что это хорошо?» «Вообще-то я спрашивал об этом вас». «Не имеет никакого значения, что говорю я. Что скажете вы?» «Ну, я думаю, что это хорошо, потому что вы говорите о том, что нужно уничтожить». «Я хочу узнать, что думаете вы, а не то, что думаю я». «Ну, я пытаюсь не думать». Смех. «И это хорошо. Все, что вам нужно делать, это не думать, и тогда вы будете в безопасности». «Ну, вот, видите, я позволяю вам думать за меня. Я вообще не думаю. Нет никого, чтобы думать». «И что вы собираетесь делать теперь?» Смех. «Я говорил об этом раньше. Если я трачу время, размышляя о человеке, месть или вещи, то я теряю время зря, ибо все не таково, каким оно кажется». «Верно. Каждый человек, каждое место и каждая вещь играет свою роль. И кто я такой, чтобы изменять ее, или даже думать, что она должна быть не такой, какая она есть». «Точно». «И это касается не только матери Терезы и доктора Швейцера, но и Адольфа Гитлера и Чарли Мэнсона. Все они — это часть шоу». «Вы правы». «Спасибо». «Так для чего же вязнуть в этом?» «Ну, я не знаю», — ученики смеются. «Должен же я был что-то сказать». «Если вы оставите это что-то в покое, то оно исчезнет. Если же вы думаете об этом, размышляете об этом, если вы даете ему энергию, то оно становится сильнее. Поэтому оставьте все в покое, и вы будете свободны. Если вы будете стараться изменять или сохранять вещи такими, какие они есть, то вам придется страдать». «Роберт, вы больше рекомендуете свидетельство не ума, чем только самоисследование?» «На самом деле мы не говорим ни о свидетельствовании ума, ни о самоисследовании. Это две части одного и того же процесса, только в разное время». «Мы говорим об удалении стены, которая представляет собой я-мысль и которая существовала в течение многих столетий. И это иллюзорная стена между сознанием и мыслями, которая на самом деле не существует. Когда больше нет стены, то мысли исчезают сами по себе, по собственному согласию. Но пока существует стена, они будут натыкаться на нее и отскакивать обратно. И ум будет становиться все сильнее и сильнее, потому что он будет продолжать отскакивать обратно каждый раз, когда он натыкается на стену. Таким образом, вы должны просто увидеть, как стена разрушается в вашем сознании. Вы можете практиковать самоисследование, если хотите. Вы можете выпрошать, кому пришла эта стена, кто видит эту стену, кто должен избавиться от нее. И вы поймете, что этой стены даже не существует. Ибо вы скажете, я вижу стену, я должен избавиться от этой стены. На самом же деле стена – это я. Поэтому, когда вы понимаете, что я мысль не существует, то это то же самое, что избавиться от стены. Вопрошая «кто я?», вы на самом деле говорите следующее. Кто несет ответственность за эту стену? Откуда она взялась? Вы можете делать это обоими способами. Играйте с ними, смотрите, куда вы попадаете, смотрите, что происходит. Но стена – это другое название для эго, для я-мысли. Я знаю женщину, которая представляет себе, что она взрывает стену с помощью динамита. Она поджигает Бигфордов шнур, и вся стена разлетается в древеске. Чтобы избавиться от стены, можете использовать свое воображение. Кто-нибудь хочет что-то еще сказать? Ирина, всегда сохраняйте спокойствие. И так настало время для просада, ради которого вы все пришли сюда. Смех. У нас есть замечательный инжир с высоким содержанием кальция, с высоким содержанием калия, с высоким содержанием сознания. Смех. У нас есть еще инжир. Это печенье с инжиром. Печенье с инжиром? Да. Сделано из цельной пшеничной муки, меда и патоки. Печенье с инжиром.